так нужно осмотреться я села куда-то не знаю может быть там змеи сзади меня привет всем я совершаю свой очередной утренний фроменад я в горах вчера просмотрела фильм русский очередной раз вокзал для двоих где гурченко и басилашвили играют я обожаю этот фильм сейчас иду гуляю и вспомнила эпизод где она рассказывает как они с подругой вечером уставшие с тяжелыми сумками идут по дороге и вот это вот ее подруга как кляча старая еле-еле ноги волочит и вдруг они слышат что сзади них мужчина покашливает и эту подругу уже не знать у нее вдруг четкий шаг ровная спина и она идет как молодая девушка я вспомнила себя и вот я вспомнила свою историю то что непосредственно со мной случилось и я хочу сделать пруф того что показано в этом фильме что да на самом деле мужчины в жизни женщин играют большую роль точно так же как и мы женщины их жизни играем тоже большую роль особенно с годами когда женщина начинает встречаться уже за определенный период времени то есть когда я уже за 40 до 50 до 60 до 70 до 80 очень много таких случаев особенно здесь в америке то естественно уже в определенном возрасте мы имеем какие-то свои болячки там хронические у кого-то ну в общем у всех у кого-то что-то болит и поскольку я работал очень много это работа на ногах весь день я работала по 8 по 10 по 12 часов иногда и больше я купила здесь квартиру и мне нужно было оплачивать все коммунальные все кредит за квартиру и прочее 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 и нужно было мне очень много работать и два года я ни с кем не встречалась я ни с кем не заводила в принципе даже и друзей я просто работала приходила домой ложилась спать отдыхал и на следующий день опять шла работать я знала что рано или поздно все у меня в жизни наладится что я еще молодая женщина и пока что мне вот поскольку я переехала и начала как бы свою жизнь с чистого листа здесь в аризоне ну все придет постепенно пока сейчас время когда я могу работать у меня есть силы работать я буду работать и зарабатывать деньги я уже рассказывала историю своего знакомства с мужем так вот когда мы решили что мы уже будем начинаем встречаться в один из выходных он повел меня в горы на хайкинг где я с удивлением обнаружила что это такое прекрасное времяпровождение это спорт это отдых это свежий воздух это свободная голова от мыслей только занимаешься созерцанием наблюданием и не устаешь не устаешь любоваться и восхищаться природой который тебя окружает с тех пор я стала большим поклонником этого вида спорта и пропагандирую его и рассказываю об этом и видео у меня об этом есть ну так вот о чем же я все-таки хочу рассказать поскольку я очень тяжело работала у меня начались проблемы со спиной с нижним отделом спины и часто так бывало что меня тогда того перим перемыкала и была ужасная боль что я практически даже было такое время что боль была такая что я даже иногда вскрикивала так вот когда он позвонил мне и предложил пойти вместе с ним в горы и посмотреть на вид города с высоты значит насколько это прекрасно и какая сейчас как раз это был май месяц что все цветет все очень зеленое и мне должно понравиться ну конечно мне должно понравиться практически все что он мне будет показывать и куда он не будет водить потому что он мне очень понравился и в тот момент я уже была открыта для того чтобы начать с ним значит встречаться но тот день у меня дико болела спина у меня как раз приступ боли был такой что я вообще лежала это как раз суббота воскресенье мы должны были пойти я всю субботу пролежала в кровати нам а намазанная вся всякими мазями и кремами как какими только возможно и напившись таблеток обезболивающих но в данном случае я когда у меня бывает на сейчас у меня уже практически этого нет я тогда принимала на праксин безрецептурные и я думаю ну как же я пойду у меня же спина болит а там где трубка узкая надо будет кто-то впереди кто-то сзади но скорее всего он же меня вперед будет пропускать а я вот это вот такая кривая буду хромать и скажет он мне ну куда ты старая бабка блин свидание приперлась короче я намазалась этим капсацином себе все это самое спину разогрела ее хорошенько выпила значит таблетку обезболивающую и пошла ну забрал он меня привез меня в горы и я сначала шла сзади него чтобы он не видел что у меня трудно идти я старалась изо всех сил вот какие только у меня были все силы я собрала в кулак и старалась идти ровно спина у меня печет невозможно солнце как раз в спину греет там вообще я чувствую меня пожар и уже даже от этих таблеток у меня какой-то они менее началось и в то же время я чувствую что там все болит и что я сейчас прям упаду от этой боли иду и вот он пропускает меня вперед себя узкая тропинка и вдруг я сама себя не узнаю это молодая газель это какая-то порхающая бабочка это какая-то лань которая прыгает по этим камешком да так ловко да так ровненько так так играючи что никогда и не подумаешь что сейчас буквально две минуты назад сзади он не видел какая старая баба ёшка вся такая хромая искорчившаяся идет за ним я не знаю и вот мы проходили с ним полтора часа и полтора часа между прочим концу этого значит концу нашего похода я практически свою спину уже не чувствовала у меня ничего не болело я уже все совсем забыла что была у меня это боль я полностью наслаждалась значит этой ходьбой присутствием с этим рядом с этим мужчиной и все и все куда-то все куда-то исчезло то есть я понимаю что когда мы сильно чего-то хотим как бы мы себя плохо не чувствовали но усилием воли мы себя можем заставить эту болезнь отойти уйти исчезнуть вот со мной такое приключилось с этих пор я сама себе сказала миленькая хватит тебе думать о своих болячках хватит поддаваться думать хватит лечить себя ну-ка ты давай занимайся какими-то спортивными упражнениями как утром встала начинай это делать как только появляется какой-то какая-то возможность пойти в горы или пойти потому что мы с мужем стали играть в теннис он меня приучил к теннису я всю себя отдала всем тем моментам которые возникали в моей жизни где я могла заниматься физически и с тех пор вот уже семь лет я ищу любую возможность чтобы выйти из дома чтобы куда-то идти чтобы где-то вспотеть где-то побегать попрыгать поскакать просто походить то есть нахожу себе такие трудные тропинки где я с меня стекает сто потов ну так вот я пришла к выводу что какая бы болезнь тебя не догоняла ты должен сказать себе нет болезням нет недомоганием нет старению все в наших руках все мы можем все мы преодолеем и будем жить полноценной жизнью без боли и без без болезни ну иногда вот какие-то моменты бывают наверное даже больше того что не то что я там сижу когда я даже хожу перехожу перезанимаюсь у меня там может быть где-то боль появится может быть в колени может быть в бедре ну спине очень редко так я опять что я делаю я не сижу я таблетки не пью я даже могу без ничего иногда намажу себе какой-то крем который разогревает и иду в горы и иду где-то бегаю или иду играю в теннис то есть наоборот я начинаю нагружать себя больше разогревая это место и все это проходит очень быстро все улетучивается я для себя я для себя сделала такой вывод когда суставы болят вот в данном случае у меня то что было со мной много лет назад до чего я себя довела то есть я себя жалела когда у меня значит сустав суставы ли спина болела то я основном лежала пила таблетки мазала себя нет как только где-то что-то чуть-чуть сустав заболел в нашем возрасте это будет это никуда от этого не не уйдешь значит над этот сустав надо спину нагружать но нагружать по умному потихонечку сначала разогреть свой организм свои суставы разогреть а потом давать больше и больше и больше нагрузку а также можно вот втирать какой-нибудь крем разогревающий ну на крайний случай выпить что-то ибупрофен или на праксин что-то такое легкое один раз и не не употреблять даже два раза в день или там несколько дней подряд вот один раз и идти и нагружать нагружать эту часть тела и все пройдет у меня все так проходит чего и вам советую вот так всех люблю до встречи